здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет очередной разбор разбор будет состоять из двух частей первая часть будет невербальные сигналы тела и у меня здесь есть что сказать и сразу забегая вперед должна сказать что те кто сравнивает принцессу диану с меган маркл я думаю что здесь сравнение совершенно неуместно ситуация была абсолютно другая хотя и не такая простая как мы все думаем да поэтому я вам это все покажу мы в этом разберемся вторая часть будет из нумерологии формулы души здесь тоже кое-что есть есть мне вам сказать поэтому оставайтесь со мной до конца итак начинаем с невербальных сигналов тела и здесь я выудила некоторые интересные моментики которые хотелось бы с вами обсудить давайте включаю первый фрагмент я была бунтаркой всегда шла наперекор делала не так как остальные меня совсем не интересовала учеба вот здесь когда она говорит меня совсем не интересовала учеба здесь я ей верю но я не верю ей главном ее посыле в том что она утверждает что она всегда была бунтаркой и в общем то была бы она бунтаркой она бы не прятала так челюсть она была бы намного смелее своих невербальных сигналах но мы знаем что человек вот принцесса диана до которую мы все хорошо часто видели в свое время на телевидении мы видели что человек наделен огромной эмпатией да и ну она не не делала каких-то экстраординарных каких-то действий не но бунтарка это другое бунтарка это совершенно другое и здесь она немножечко путает понятия и озвучивает свои неосознанные фантазии вот в чем дело мне просто хотелось быть в компании веселиться и еще заботиться о людях помогать им вот настолько это мило смотрится когда она смущается такое удивление неловкость а у нее на лице когда она говорит о том что она ей очень нравится помогать людям понимаете вот это это очень ну как сказать вот вызывает эмпатию вызывает такое знаете вот ну прям хочется ее обнять в этот момент и она настолько мило и настолько естественно в этой в этой своей вот неловкости что просто вот ее в нее влюбляешься вот вот что хочу сказать и при этом опускает челюсть напрягает подбородок стыд улыбка как защита то есть вот это в этом она вся какая бунтарка о чем она шепчет вот вот но совершенно здесь не бунтарка это человек крайне эмпатичный настолько вот она она вся в этом понимаете она вот это им под высшей степени поэтому никакая она не бунтарка и вот кто сравнивает ее с меган маркл вот так совершенно не эмпат это играет роли да она актриса а вот здесь перед нами человек который но в котором столько любви столько не вот вот этой любви не востребованной она вот от этого страдает и кстати в формуле души я вам покажу вот этот сигнальчик который говорит о том что в ней много не востребованной любви и вот это можно сказать главное ее черт одна из главных черт которые нанесла всю жизнь и с чем она ушла и почему мы ее так любим сейчас видите какое какая неловкость как напрягает подбородок такой стыд ну она сама стесняется вообще человек очень боится говорить боится публичности школе мне даже вручили приз как самые добрые девочки не похожи ей за это стыдно и смотрите очень часто она смотрит на собеседников и сверяет реакцию да и очень важно чтобы ее поняли чтобы ее услышали чтобы ей посочувствовали вот это вот то что тоже подкупает что заставляет в нее влюбляться понимаете когда человек не просто высказывает свои мысли да и не важно как вы восприняли или нет а вот именно когда человек проверяет насколько это зашло если не зашло то она еще с другой стороны вам объяснит да то есть такое вот обволакивающее чувство заботы о собеседнике это очень дорого стоит и поэтому вот такая вот харизма у леди ди которую вот в общем то я не могу представить кого-то кто затмил бы ее в этом на бунтарку ну то есть видите она сверяет реакцию да и ей отвечают какая вы бунтарка в общем то вы не бунтарка и она ей не хочется это слышать понимаете она живет в своих фантазиях вот эти вот неосознанные фантазии я бунтарка это так романтично да на самом деле является совершенно другим человеком и ей это не очень нравится когда отмечают что ну по сути и сейчас сказали ты же врешь именно он был во мне мой бунтарский дух он прятался внутри невидимый видите можно сказать ее поймали поймали с поличным да и она начинает оправдываться и после того как видит что ей не верят все равно она опускает через вот бунтарка бы доказала бунтарка бы бросила подушку в собеседника и сказала слышишь ты чё мне не веришь да но здесь совершенно другая реакция она очень смутилась она опустила челюсть она поджала подбородок она взгрустнула груз эмоции грусти то есть человек пытается себе в первую очередь доказать что она бунтарка но и бунтаркой не является на кем же она является да смотрите выставляет лоб во время беседы она упрямая она может быть упрямой когда ну знаете такая саботирующая больше позиция не драка дра вот бунтарка это драка это челюсть а вот это это я буду стоять на своем неважно как вы это воспринимаете в конце концов я пойду вообще на саботаж но только вот вот таким образом буду бороться понимаете это не бунтарь прячет челюсть закрывает рот поджимает губы глаза широко вот вы обратили внимание когда она говорит у нее широко открыты глаза это всегда она в таком знаете страхе живет чем больше ну мы открываем глаза когда мы пугаемся это первая реакция а человек всегда с открытыми глазами это значит она всегда немножко боится всего да но называет себя бунтаркой на самом деле она саботажница а и знаете вот такой момент когда человек с такими вот неосознанными фантазиями до живет то при возможности когда появляется такая возможность условия позволяют она действительно начинает позволять себе быть тем о ком она мечтает кем она мечтает быть и вот это бунтарство у нее появилась когда она почувствовала свою силу вот в чем дело в на самом деле это она взбунтовалась и стала как такой вот знаете независимой единицей в царской семье в королевской семье да и стала уже вести свою публичную деятельность тогда когда почувствовала в себе силу и вот в этом она совершит совсем не просто понимаете вот это я и хочу вам показать что она не простушка она не какая-нибудь глупенькая наивная девочка которая там оказалась жертвой она очень бессознательно но она очень четко своим скажем так то тайные желания до реализовывала давайте смотреть дальше я знала что со мной случится что-то необыкновенное и просто плыла по течению я не знала что именно произойдет будет это через год или через месяц но я понимала что моя судьба будет не такой как у моих друзей видите и вот эта фраза говорит о том что человек довольно амбициозный то есть ей важно сравнивать себя со своими друзьями это тоже немаловажный факт который в общем-то о ней многое говорит да то есть все таки не просто так я стала женой короля да ну вернее принца а я как бы утерла нос своим друзьям и это это было бессознательным желанием да тоже в том числе но в первую очередь конечно вот это бунтарство которое она пытается внушить себе что она бунтарка но потом она нам всем показала что все таки она бунтарка да видите вжимает голову в плечи опускает челюсть ну то есть перед нами человек очень застенчивый очень стеснительный она говорит и ждет одобрения то есть не бунтарка это мы поняли да но она еще и очень стеснительный человек когда он звонил начинался переполох мои соседки по квартире были в восторге в общем на стран видите тут тоже она отмечает что мои соседки были в восторге да то есть для нее важно одобрение вот она говорит да и ждет одобрение от собеседника рассказывает и описывает одобрение от этих своих подружек до говорит о том что у меня там я знала что у меня будет другая судьба и опять одобрение от своих там друзей тогда вот от своих сверстников да я пойду дальше чем мои сверстники то есть вот это вот сравнение у нее подспудно всегда присутствует но это говорит о том что человек довольно амбициозный видите волосы поправляет сама презентация у нее знаете психотип эмотива до сестероида вот и стероид он поправляет волосы ему важно выглядеть хорошо ему важно производить фурор ну вот это бунтарство опять таки это как раз истероидные проявления и в общем то отчасти она права ну вот она своему истероиду позволила появиться только тогда когда они все узнали когда она почувствовала власть свою но сначала конечно же она была чистейшим эмотивом ну вот как его с целью стать истероидом думаю у дианы была мечта и она надеялась что мечта сбудется я понравилась такому солидному мужчине видите вот для нее конечно это удивление но она не прячет челюсть понимаете вот это для нее как такое знаете способность вот это уже пошел удар да то есть получается что вот и и си она продемонстрировала нам свою силу значит вот получается для нее очень важно понравится солидному мужчину но мужчине но при этом она пожимает плечами на момент когда она это говорит она не совсем уверена что она ему действительно понравилось ну а там по контексту понятно но в общем то для нее было очень важно понравится этому мужчине и можно сказать что она достигла своей цели он хотел чтобы видите а вот это вот такая женская хитрость убирает челюсть и говорит он хотел чтобы я была рядом и вот здесь вот очень четко это описывает слова моя сила в моей слабости вот эта женская позиция вот знаете она очень тонко манипулировала своей женственностью в этом нельзя обвинить понимаете женщины они вот это такие существа которые в общем то на своей слабости и скажем живут да вот мы мы как раз вот этим и хороши когда мы можем включить вот эту слабость да и мужчина начинает о нас заботиться и вот в этом ее просто вообще высший пилотаж вот она как она умела вот этой челюстью показать свою покорность показать ну и кроме того вот еще то что мы перед этим рассмотрели да вот перед нами вообще женщина в кубе в квадрате в абсолюте вот вот женщина которая в общем то который не обязательно быть там какой-то супер образованный или какой-то там супер известный вот ее сила в ее слабости и вот я девчонки всем вам рекомендую взять на вооружение вот это вот ее умение понимаете она показывает он хотел быть со мной да и я при этом ничего не делала я ждала я приз вот это вот просто блестящий браво диана надо и выставляет лоб то есть я ничего не буду делать я не подвинусь своих условиях я просто сяду и буду ждать пока он сам ко мне придет напрягает подбородок то есть вот это упрямство саботаж не бунтарство а саботаж не чисто она включила в том числе в свои женские вот эти вот уловки я была рядом видите а вот здесь вот очень такой хитрый жест очень просто браво смотрите она большим пальцем чешет челюсть вот вот как раз вот в этот момент можно про и листы вот этот момент можно проиллюстрировать словами моя сила в моей слабости то есть я не буду драться но мое эго дождется что ты сам за меня будешь драться вот причем поджимает при этом губы вообще просто браво браво да смотрите как она это сделала выставила лоб сжала губы думаю она как-то представляла себе развитие событий но определенные вещи предвидеть сложно даже людям поопытнее но то есть когда она вот это делает перед нами сидит такая опытная искусительница которая все прекрасно знает но к сожалению она не учла того что принца может не влюбиться в нее по-настоящему она думала что вот если она будет себя вести вот так вот по-женски да то все все срастется и все будет хорошо ну как мы знаем не все так просто но тем не менее вот с точки зрения женщины она просто блестяще отыграла свою роль и чему у нее надо просто учиться девчонки вот я вам всем рекомендую до следующий фрагмент давайте смотреть раньше он меня совсем не впечатлил но на этот раз все было иначе он говорил со мной бесконечно не оставлял ни на минуту я подумала что это он вот здесь я должна отметить что при описании отношения с чарльзом у нее физиологически идет реакция отвращения и это говорит о том что он ей был неприятен как мужчина он был ей приятен как как этот импозантные там такой солидный мужчина до что он действительно хорошая партия ну то есть вот по всем признакам он был ей приятен это по мозгам да а по физиологии он ей абсолютно не не нравился и она описывая это вот у нее постоянно идет отвращение поэтому конечно же любимый мужчина не вызывает таких реакций давайте смотреть ей было приятно его внимание да но вот что касается близости конечно же здесь вот вот такая реакция и смотрите что дальше вот смотря после того как вот это вот физиологию она нам показала которая грубо отрицательно да то есть ее тело его не принимала но дальше идет уже реакция от мозгов а вот она эта реакция от мозгов радость радость от того что такой мужчина обратил на меня внимание и он ко мне пристает то есть физиологически он меня хочет да то есть для нее было важно ну по сути ну как грубо скажу ну захомутать этого мужчину да ну и в общем то она рада тому что она так ну провернула можно сказать это дело а как именно сейчас она расскажет и вот здесь вот еще одна хитрость кроется которая которую тоже можно брать на вооружение и которая действительно очень хорошо работает а вечером мы сидели у огня на большом тюке с соломой обсуждали маунт бетона и личную жизнь чарльза я сказала как же тебе одиноко невыносимо было видеть тебя в соборе святого павла идущего за гробом лорда маунт бетона и добавила это ужасно тебе нужна поддержка видите вот еще одна еврика которую она открыла но интуитивно она хороший эмпат а эмпаты обладают хорошей интуицией и она интуитивно сделала такую блестящую манипуляцию как забота ведь мы в нашем мире да мы все озабочены каждый сам собой и так приятно когда мы встречаем человека который искренне нами вот интересуется да вот это вот очень важный момент да а тут не просто интересуется а еще и заботится я видела как ты шел какие были у тебя потерянные глаза и вот это вот в нем включила ну он не привык к такому да все чего-то от него хотят еще что-то а тут она пришла и дает ему дает заботу и для нее это сейчас радость она нащупала больное место у него и соответственно вот за это больное место зацепила крючочек и подтянула его к себе и вот поэтому такая радость да ну это женская опять-таки манипуляция которая в общем то ну как сказать но я не скажу что это прям плохая манипуляция это хоть я и называю это манипуляцией но это такой прием который действительно если мы хотим с человеком отношений то почему бы и не позаботиться это происходит естественно когда нам человек интересен здесь ну я не знаю насколько это было естественно она как импад может быть и естественно это сделала да но получается что по сути вот если убрать все эмоции да она провернула манипуляции вот такая история поэтому конечно же это манипуляция очень хорошо работает девчонки рекомендую но опять-таки не злоупотребляйте потому что конечно же манипуляции это классно но все же но мы знаем итог вот просто даже вот на ее примере да мы знаем к чему это привело манипуляции манипуляциями но главное это чувство да видите какая радость мог зря он буквально набросился на меня начал целовать и я подумала фуну кто так себя ведет видите как она реагирует сначала это была радость да я я нащупала ее его слабую точку да а потом опять пошли эти поцелуи которые мне отвратительны видите какое лицо то есть ей это не нравится она отстраняется супер отпрощение вот ей хочется его оттолкнуть даже при разговоре при рассказывая когда она рассказывает эту историю все равно видите челюсть пошла вперед вот эта драка желание дать отпор на то есть ей это совершенно не нравилось он был без ума от меня не отставал до конца вечера ходил следом как щенок да мне было приятно но я не знала что думать конечно же надо сказать что она была достаточно неопытна в этих делах для нее конечно же это было приятно конечно же это был успех для нее как для женщины поэтому можно ее понять вот и и мое я лично вообще ни капельки не могу нигде ее осуждать даже в этих манипуляциях да потому что ну девчонка пыталась найти свое место вот вообще себе что-то доказать да вот она там фантазировала что она бунтарка ну вот здесь такая сублимация да о какая я женщина которая к ногам которой упал целый принц да ну это можно понять абсолютно любая вот из слушательниц сейчас кто сейчас меня смотрит вот представьте себе такую ситуацию вам падает принц то почему бы и нет это же счастье это действительно огромный успех да и и как женщины причем женщины которая еще пока не знает своей ценности она сама не поймет кто она такая бунтарка или саботажница да красотка или так себе да ну а тут бах и так и такой успех это просто вообще шикарно да поэтому здесь все нормально идем дальше в какой момент ну можно сказать земля ушла из-под ног у дианы и как мы знаем она даже на свадьбу не хотела но у нее были сомнения надо ли эту свадьбу вообще вот в какой момент она разочаровалась и как она разочаровалась давайте тоже посмотрим мы безумно счастливы и наверное влюблены конечно можно и так сказать ухты елки-палки но смотрите теперь у него брови вверх удивление смех как защита пауза такая хорошо что она сказала в этот момент да как бы его каким-то образом можно сказать спасла вот пауза перед ответом и без воодушевления да он так можно и так сказать да то есть мы видим что человек абсолютно не любит да видите поджал губы челюсть вперед ну то есть ему не нравится этот вопрос не понравил и это скрываемая агрессия так журналисту за такие нескромные вопросы печаль на удивление вот которая никак не сойдет отклоняется как от удара то есть ему это совсем не понравилось ему как-то надо быть он просто выкручивается да вот отклоняется смех как защита конечно же но а теперь смотрим на ее лицо она да ей неловко от того что она так сказала а потом смотрите он говорит и с ее стороны а нет это она сейчас скажет да а потом слушает то что скажет он и смотрите отступает поджимает губы смотрите лицо становится печальным улыбка уходит лицо застывает челюсть вверх пошла то есть ей не нравится вот она пошла бунтарка вот она где родилась бунтарка ребята вот где она родилась но она еще какое-то время сидела в ней можно сказать да вот вот в этот момент она уже знаете как в том анекдоте да мне плевать на каком глазу тебе тейка главное если у меня руки в боке вот здесь вот я вижу уже руки в боке и я уже вижу бунтарский дух который вот ну только только заради но он еще не знает как ему выйти понимаете но челюсть уже пошла да сейчас она отыгрывает дальше свою роль но челюсть уже высоко вот губы улыбаются но на глазах печаль поджим сейчас подожмут под поджала губу нижнюю поджала подбородок знаете такое ощущение что она вот-вот заплачет и очень обидно очень но вы счастливы поздравляем спасибо это же видно вы очень любезны спасибо это было бестактно зайка мне здесь и и так жалко вот вот здесь конечно же это чудовищно девчонки не дай бог кому-то вот оказаться в такой ситуации так обидно и вот после этого пошли с ее стороны но она в общем то как мы знаем перед свадьбой там что-то очень сильно сомневалась надо ли это ну и дальше пошло уже пошла уже коса на камень влюблены ли мы я подумала какой дурацкий вопрос и ответила да конечно как я еще могла ответить а чарльз сказал можно и так сказать это меня потрясло какой же странный вопрос то есть ответ боже очень обидно да да вот эта обида вот эта трещина которая привела к раз к распаду семьи и она началась еще до свадьбы к сожалению вот такая история обидно очень обидно на самом деле но просто по многим причинам да безусловно там они разные были они совершенно разные может быть если по не узнали друг друга побольше они бы не не пошли на эти отношения но с другой стороны в общем то у них прекрасные дети и это наследники престола неизвестно случилось бы случились бы эти дети у чарльза с другой женщиной но все это мы можем только гадать а имеем то что имеем и вот по поводу чарльза да у дианы здесь сказка кончилась и чарльз как он врет вот вот знаете ну просто вопиющее вранье которое я бы хотела вам показать на примере чарльза да на примере дианы мы увидели что значит физиологически человек не подходит и она это вот эмоции отвращения показала я кстати эмоцию отвращения очень хорошо объясняю на своих бесплатных занятиях я думаю что в ближайшее время я проведу эти занятия и покажу вам и расскажу вообще про эту эмоцию а что касается чарльза то здесь тоже очень интересный момент как можно распознать вранье потому что человек говорит и как он это говорит вот здесь вот прям шикарно ну вот сначала будут такие слабенькие признаки а потом будет один очень сильный признак который мы с вами недавно вот при разборе президента шойгу там тоже это было давайте смотреть в девяносто четвертом году чарльз решил исправить положение ой что такое еще раз включу в девяносто четвертом году чарльз решил исправить положение и открыто заговорил о своем браке он дал интервью джонатану димбелби вы были верны и преданы своей жене когда давали брачные обеды да конечно ну конечно напряженный подбородок открывает рот испуг потом сжимает губы вот эта улыбка вот-вот выйдет наружу сейчас видите челюсть в сторону вот односторонняя улыбка прям пошла подбородок напряжен то есть много таких сигнальчиков маленьких да что конечно же нет конечно же нет не верен но много много всего брать он не умеет и в общем то это понятно да никуда не посмотрел заготовленный ответ дал быстренько отклоняется при этом как от удара но здесь он говорит ну вот это качает нет я призываю наверное все таки вот эти нет и да они не всегда соответствуют потому что часто человек говорит утвердительные вещи качает головой нет на самом деле у него мысли проходят например там я не представляю как этому можно не верить и он качает головой говорит да конечно поэтому вот это вот да нет тут даже не надо это учитывать да потому что много было сигналов других мелких сигналов но самый главный давайте дальше смотреть так наблюдаем а потом да то есть а потом тоже был верен да тоже заготовленный ответ вина страх губы челюсть стороны но это опять-таки дополнительные сигналы но он нам сейчас даст прям четкий сигнал того что у тебя пока наш брак и не начал безнадежно трещать по швам мы старались напрасно видите вот не скрывай вернее скрываемая но радость когда он стал говорить о том что брак стал трещать по швам он расслабился вот перед этим он был напряжён все много разных сигнальчиков тела которые ну говорили что он сейчас зажат ему не хочется это говорить но ему это надо сказать то есть вот много-много сигналчиков а вот здесь он себя отпустил и с радостью сказал что да наш брак вообще пошел трещать по швам и потом я слетел с катушек то есть вот вот этот момент если бы он за брак боролся если бы для него этот брак был важен если бы он действительно ну не изменял да и вот не не вкладывал динамит в этот брак до чтоб он разлетелся он бы сейчас это об этом рассказывал с печалью он бы сейчас для него это не было бы радостным событием а он сейчас говорит как о радостном событии а почему он об этом говорит с радостью потому что для него это отговорка отговорка для того чтобы вот публика его пожалела да вот то есть он пытается сейчас свалить на то что вот брак пошел по швам и это не по моей вине а я тогда уже стал реагировать то есть ну вот для него это возможность перевести разговор на ту тему где он не так виноват понимаете вот попытка уйти от предмета вопроса да и радость когда тебе удается перевести вот на что-то другое вот это как раз и есть признак того что человек в этом вопросе чувствует себя виноватым да и вот дальше он хочет увести туда где он ну не так виноват поэтому здесь прям четко понятно что он за этот брак не боролся ему это вообще не было нужно он не любил он изменял с самого начала и так далее и тому подобное да но вот видите как такая прекрасная возможность перевести разговоры дальше диана там тоже сказала что все это не так далеко но ладно а поэтому и понимаем да что вот такая вот получилась неприятная ситуация жалко конечно ну что поделать жизнь такова и бывают разочарования и мы с вами сейчас немножечко разобрались в этих моментах да теперь значит невербалика заканчивается и буквально пару слов расскажу по этой по нумерологии и формуле души вы знаете вообще конечно я была в шоке от того насколько смотрите так сейчас это принцесса диана ну давайте с нее начнем принцесса диана конечно же вот на что стоит обратить внимание так это кармическое число 16 а вот немножко съехала вот сейчас все убрала значит кармическое число 16 а жизненный путь ну во первых от этого никуда не денешься потому что жизненный путь это цифра которая получается путем сложения даты рождения поэтому вот такая вот кармическая история причем это кармическая история чаще всего бьет по личной жизни что это такое 1616 это недостаток нехватка любви это когда человеку надо к любви пройти через какие-то испытания через боль вообще любовь почему здесь вот именно любовь имеется в виду вообще семерка она сама по себе это такой знаете учить число ученого который вот вопрос им ему недостаточно прочитать книгу с картинкой до для того чтобы представить себе там схематично ему надо разобраться во всем глубоко вникнуть найти вот все атомы молекулы и так далее если это вообще ну и так вот философски рассматривать то конечно на физическом уровне это атомы молекулы и там еще что открывают да еще более мелкая а на уровне философском до энергетическом это энергия любви вообще энергия любви это нет не то любовь которая вот мы там влюбляемся женимся и так далее это та любовь который который является основой всех религий вот любовь мы мы все в энергии любви мы все состоим из энергии любви и вот человеку с кармической 16 надо к этому прийти методом проб и ошибок и здесь получается что ее жизненный путь он как раз вот на это и нацелен да ей надо прийти к любви невзирая на то что ее там может быть не любят может быть еще что то то есть ей надо было это проработать она пришла с этой задачей и личность смотрите тоже вот диана спенсер когда ее ну вот ставить так у нее личность тоже такая то есть ее воспринимают как человека несчастного в любви но в общем то мы знаем все диану спенсер получается вот именно с этой точки зрения а дальше смотрите если она диана фрэнсис спенсер здесь еще трудоголизм то есть чем больше официоза в ней то тем больше и кармических сложностей до трудоголизм это у нас вот цифра 13 это если 4 это просто человек четко знает как к чему приходить да там пошагово идет к своей цели то 13 это внутренняя истерика это его и надо больше делать это надо все делать сразу ну и так далее то есть человек никогда не сидит при без дела то есть когда она надевает на себя маску офица официальную да у нее появляется вот этот трудоголизм ей надо быть правильно ей надо всем показывать да вот вот это вот все и мы это с вами тоже видели знаешь смотрите когда она я вот не знаю почему то в этих ну вот в википедии у нее вейлз вот такая фамилия я не знаю это но не фамилия а это какое-то видимо ей поместье было ну как дано да когда она замуж вышла здесь уже пошли уже мастер числа да вот появились но опять таки они появились как желание да вот и душевное побуждение это то чего человек хочет и когда официально то здесь появилась экспрессия мастер число и душевное побуждение 19 вот это тоже по самостоятельности удар вот все к чему она прикасай к чему она стремится вот все получается испытанием на самостоятельности мы это тоже видели то есть у нее вот вот эти вот кармические цифры во всех вариациях присутствует но самая главная кармическая цифра вот это вот 16 которая ну вот получается что чаще всего испытать ну чтоб человек пришел к любви ему дают несчастную любовь либо в него кто-то влюбляется он не может ответить ну то есть вот какие-то такие вариации про любовь чаще всего хотя по-разному может но вот в данном случае мы видим что именно так и произошло но смотрите как интересно принц чарльз вот его официальное имя вот вот прям я из википедии скопировала посмотрите сколько у него кармических цифр это и день рождения кармическая 14 это ограничение свободы то есть он по сути человек несвободны и экспрессия 13 это трудоголизм кстати очень рекомендую посмотреть фильм корона 2016 года и понять что вот это вот королевство да это на самом деле это тяжелейшая работа до для всех этих членов семьи поэтому ну как бы человек действительно всегда находится на работе и самое главное душевное побуждение 7 кармическая 16 то есть знаете вот здесь вот я вспомнила песню аллы пугачевой только по любви не может ни один король а жениться по любви не может ни один король вот это вот действительно его можно сказать предназначение вот но не то что предназначить а он вот в этом родился да и вот это вот его карма и что и мы видим что у дианы как раз этот жизненный путь есть вот эта цифра то есть по большому счету ему как официальному королю вот именно диана и подходила а когда он просто чарльз вот допустим да ему диана совершенно не подходит то есть смотрите вот эта маска короля которая с которой он родился которую он несет диана ему просто идеальный вариант да там она девственница там она подходит как-то по родословной и так далее да и вообще вот эта несчастная личная жизнь тоже подходит до вписывается в эту картину но когда он становится просто чарльзом она ему совершенно не подходит смотрите вот если просто чарльз я не знаю как это считается его фамилия виндзор или это ну что это считается да но я поставила чарльз просто поставила чарльз винд виндзор да не могу произносить нормально да и мы видим что тут душевное побуждение 6 и 8 а у дианы нет ни 6 не 8 давайте все ее характеристики посмотрим нет ни шестерки не восьмер ну вот здесь экспрессия 8 когда она с ним сближается до появляется а так вообще она совершенно ему не подходит да получается что пока он принц да она ему подходит когда он не принц она ему не подходит но и с ее стороны тоже в общем то когда она с ним сближается и вот этот титул на себя надевает да в общем то она частично в него влюбляется да ну не более того то есть получается что как-то вот не особенно вообще в принципе вот тройка и девятка давайте посмотрим если у него значит у него тоже нет ни тройки не девятки то есть по большому счету вот они как ну вот она ему подходит только когда он там надевает на себя грубо говоря корону да и вот по этим признакам она ему подходит для того чтобы пострадать ему просто положено пострадать как королю да ну вот вот такая вот связь да и еще значит так 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 тут интересная история еще в формуле души по ним опять таки это диана до формула души и вот я вам обещала показать почему вот вот эта вот история про про то что она по любви да вот это испытание по любви вот по всей ее жизни красной нитью проходит то что она не ее как бы никто не любил и она никому не была нужна она там родилась ждали мальчика до после того как она родилась там родители развелись ну то есть вот там там много всего было до такого что она не у нее была острая нехватка любви и вот это формуле души смотрите вот венера находится в этом в зоне отдыха ей не хватает востребованности она не любима вот вот это вот она несет всю жизнь можно сказать сатурн в отчуждении страхи фобии замыкается в себе то есть здесь еще вот смотрите меркурий на хоть и на орбите меркурия но он ретроградный на этом в каждом слове она видит обман предательство и это еще говорит о ее возможном слабом интеллекте но мы знаем что кстати чарльз он очень начитан он очень интеллектуально развит да а у нее интеллект эмоциональный больше разве да и вот они бы вместе были прекрасной парой но ей надо было вот это пройти смотрите какой вот здесь шикарный просто центр она она просто звезда вот когда она в этом центре но когда она уходит вот в эти она становится ну вот как как раз такой как ее описывают как неуравновешенной и психически ну вот такой вот непонятный да вот это когда она уходит в эти центры адам и еще смотрите вот на орбите марса у нее находится ретро нептун вообще в принципе это знаете такой знак того что муж может быть алкоголик но что это такое но алкоголик это грубо говоря вообще нептун это про глубокие познания философствование и так далее и когда ретро нептун это значит человек настолько уходит в эту глубину что он просто теряет связь с внешним миром в обычной жизни да это воспринимается как алкоголь ну или там проявляется как алкоголь часто а часто это вот какие-нибудь непризнанные учителя да там либо он увлекается каким-то какими-то плохими привычками да вот пагубными и туда уходит полностью да это тоже как бы ну вот 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 это вот и получается что и ей вот вот такой мужчина бы подошел ну как сказать не то что подошел а вот вот на таких она реагирует бессознательно она притягивает свою жизнь именно таких мужчин и давайте посмотрим что касается ну по большому счету вот как показывает практика да у чарльза как раз и было это пагубная привычка он ей изменял да вот вот туда он ушел да можно сказать и вот смотрите здесь как раз такая интересная история когда вот на орбите марса такая такая задача стоит дата тут надо прорабатывать прорабатывать через партнера вот эту вот задачу да то есть партнер будет куда-то уходить а женщине надо это принять и видите какая сложная ситуация со всех сторон да у нее и ну и вот здесь и по формуле двое по нумерологии тоже вот этот жизнь как его жизненный путь да тоже 16 то есть ей через мужчину ей по большому счету пришли ну как пришла проработка себя ей надо было это принять но тут еще узел на солнце и черная луна на солнце то есть ее солнышко всегда какие-то соблазны всегда какие-то испытания всегда действительно там и предательство и все остальное но ей с этим надо было бы жить да но теперь давайте посмотрим что у чарльза с этим да у него не ретро нептун но смотрите черная луна смотрит как раз на нептун то есть соблазны как раз на нептун и идут то есть человек который подвержен вот таким вот вещам дан и соответственно мы понимаем что имеем что имеем да то есть он как раз вот и был тем что надо да но и смотрите как она ему подходит вот ему нужно чтобы женщина была ну как подходит не совсем смотрите вот у него на орбите венеры находятся сатурн уран ретро и луна и посмотрите вот пожалуйста уран но не ретро значит уран это неожиданность вот ему может быть как раз вот это взбалмошная необычная должна быть женщина да и в общем-то у дианы это могло бы быть могла бы быть но она не туда но получается что взбалмошность не от урана идет да но это еще и высший интеллект то есть ему нужно интеллектуально развитая такая вот не необычная такая вот прям как сказать с которой можно какие-то приключения да вот вот такая женщина плюс смотрите сатурн сатурн женщина может быть старше либо он будет во взрослом возрасте с очень молодой женщиной ну в общем то тут это все проигрывается у него хорошо и женщина по сатурну должна быть очень сильной то есть дисциплина вот все все что надо а у дианы хоть и в центре но как в отчуждении до в отчуждении этот сатурн получается что она как раз вот у нее вот там где должно быть сильно у нее слабо понимаете вот и соответственно она как бы есть у нее это планета до в центре но она работает на минус и вот такая история и луна а луна у дианы действительно хороша луна в центре находится и здесь вот она ему подходит получается и подходит и не подходит но в общем то вот такая вот история у него кстати очень много баллов целых 39 баллов он прям мощный но и диана тоже не лыком шита 30 баллов это тоже немало но он конечно мощнее и знаете что еще у него вот не ретро узел смотрит на венеру то есть ему надо быть любимым ему надо чтобы его все обожали и он об этом вот прям при рождении четко знал но не было бы удивительно если бы он не знал об этом родиться в королевской семье и быть центром вселенной до его все действительно должны любить и тут у него все как бы все как надо да вот единственное что этой любви мешает это вот это сочетание до которая вот его уводит сторону ну и вот вот как она проигралась в его семейной жизни да ну в принципе уже 50 минут поэтому не буду дальше продолжать про камилу ну ладно если надо будет там поставьте лайки этому видео если захотите разбор да напишите это в комментарии я дальше могу продолжить их разбор их и камилы ну вот по диане и по принцу я как бы набросала да если вам интересно самим в этом разбираться да вот в нумерологии можете сами разобраться под видео есть ссылочка нумерология называется совместимость формула души там все курсы мини курсы по 990 рублей а если хотите на консультацию там тоже есть ссылочка значит там будет подробней больше информации тоже такое видео записываю но уже про вас и она у вас остается да значит вот что еще хочу сказать ну в общем знаете конечно же было интересно посмотреть на эту пару с точки зрения невербалики вот в первую очередь а во вторую очередь до посмотреть их совместимость и я для себя честно говорят много увидела до такого что раньше не замечала скажите мне в комментариях насколько вам было интересно и что нового вам понравилось и вообще понравился ли этот формат этот разбор да в общем жду ваши комментарии люблю вас всех очень сильно пока пока